Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о великом героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В прошлой передаче я вам обещал рассказать об одном из величайших сказителей эпоса Манаса Сагмбайя Урусбакове и как он писал свое произведение. Вернее, как от него записывали Манаса. Как я говорил, начало этому положил известный казахстанский просветитель Каил Мештахов. Он в 1921 году впервые встретился с Сагмбайем Урусбаковым, услышал от него эпос Манаса и был поражен как самим эпосом, так и мастерством сказителя. Поэтому он договаривался с ним, что будут записывать это произведение. И после этого он добился в наркомате Народного комиссариата просвещения Кыргызстанской республики, в состав которого входил в то время Кыргызстан. И чтобы вот это записать, эпос полностью. В 1922 году данная работа была начата, а Каил Мештаков и Сагмбайя Урусбаков встретились и начали совместную работу. Но Каил Мештаков только сумел небольшую часть этого эпоса записать, после чего он, значит, по ряду обстоятельств, по ряду обстоятельств он вынужден был передать это тело Ибраю Адрахманову. И вот, собирая Матрахманову, Сагмбайя Урусбаков начали записывать этот эпос. Под это дело Народным комиссариатом просвещения Кыргызстанской республики выделены денежные средства специально. Но они, конечно, не создали достаточно хороших условий для Сагмбая, что в последствии сказалось на его энтузиазме. Ну, первоначально работа шла очень хорошо. Они, значит, Сагмбай Урусбак, Ебрая Адрахманов, записали эпос за первый год очень быстро. Ту часть, значит, от рождения Манаса до переезда Кыргызов в родное Аллату, они буквально за один год все это записали. Ну, и с самого начала Сагмбай Урусбаков испытывал определенную затруднение, потому что он привык выступать перед широкой аудиторией в горах, в джайло, в юртах, на свадьбах, где у него была очень многочисленная публика, которые побатривали его своим возгласом и восхищением. А тут, значит, как только Сагмбай входил в Раш, начинал вдохновением рассказывать эпос, как его писарь останавливал, потому что он физически был в несостоянии успеть за скоростью исполнения Сагмбая. Поэтому и это обстоятельство, а затем материальные затруднения значительно подорвали, значит, дух, энтузиазм, напор Сагмбая. К тому же, если эта работа начала в 1922 году, то их в 1924 году вызвали в Ташкент, где им был дан выговор за то, что они недостаточно быстро записывают моназм. Это обстоятельство и то, что для содержания семьи Сагмбая было выделено недостаточно средств, энтузиазм. Сагмбая стал постепенно угасать. Тем более, в это время он тяжело заболел. Чтобы поддержать свою семью, он часто был вылазен опручаться, ездить по Аилам и городам, рассказывать там моназм и эпос, и получать за эти деньги, которые он отдавал для содержания своей семьи. Все это не могло не отразиться на скорости написания эпоса. К тому же, обиженный, раздосадованный на то, что его труднедостаточно оценивают, и тем, что ему дали нагонять представителей власти на просьбу Писаре дополнить те или иные эпизоды, Сагмбая отвечал, не помню, не знаю. Ссылался на свою болезнь и нечасто замыкался в себе. Ну, таким образом, с большими трудностями, в 1926 году эпос моназм был полностью записан в ус Сагмбая Уразбакова. Затем он должен был рассказать, записать от него продолжение трилогии «Симитэй и Сейтык», но, к сожалению, это не произошло, потому что болезнь Сагмбая усугубилась, она развилась, и после чего он был уже не в состоянии продолжать свое повествование. А вскоре, в 1930 году он в возрасте 63-х лет скончался. Вместе с ним навсегда для народа, для общества, для человечества были утрачены остальные части трилогии «Симитэй и Сейтык». Хотя, по воспоминаниям очевидцев, современников его, они по своему качеству, содержанию не уступали первой части трилогии «Моназм». Ну, вот все, что я хотел сказать по поводу сказителей Сагмбая и как он рассказывал для писаря эпос «Моназм». В следующей передаче я поведу в рассказу в втором известном сказителе Сагмбая Карлайля. Ну, а сейчас мы продолжим чтение моего романа. Я остановился в том, что опечаленный на отсутствие у своих у него детей Жакоб заплаканным пришел к себе домой, где его встретил жена Чирга. Когда Чирга заметила покрасневшее лицо и заплаканные глаза мужа, в нее невольно екнуло сердце от дурного предчувствия. Бай, что с вами случилось? Бог так меня отделил. Усевшись на постели, он с отражением посмотрел на Чирды. Она саяла ошеломненно, как будто ее крепко хватили обухом по голове. Ее большие и красивые глаза наполнились слезами. Чтобы не разрыдаться перед мужем, старуха с трудом взяла себя в руки. «О, Боже мой!» – проговорила Чирра с мукой в голове. «Зачем ты привел меня на этот свет? Неужели только для горя и печали тебе понадобилась такая старуха, как я? Мне уже почти 50 лет, а я до сих пор не испытал счастья материзма». До глубины души потрясенная женщина, как бы вспомнив о чем-то, посмотрела на Жакоб со злого. «А почему твоя обожаемая жена Бабдуллет до сих пор не родила?» – с раздражением спросила она. «Ведет себя так, как будто подарила тебе ребенка». «Бедная моя головушка! Все у меня не так, как у людей. Уже в ранней юности осталась вдовой, а теперь прослыла бесплодный. Дерево бесплодов сгодится только на рова. А если женщина не может родить, то гроши и цена. А чирка, не присаживаясь обратно, рад рыдалась на взрыв. Не зная, как успокоить ее, Жакоб повесил голову и уныло устаивался за туманенным взором на землю. В этот момент в юрку вошла младшая жена Жак по Бабдуллету. Высокая, скуластая, светлолицая женщина, примерно 35 лет, с белым тюрбаном на голове. Она была одета в длинное красивое красное платье, а красное без рукава. На ногах у нее были красные сапожки без каблуков. Несмотря на солидный возраст, на ее лице не было ни одной морщинки. Так что незнакомый с ней человек дал ей от силы 25-27 лет. Бабдуллет подошла к Чирды, сердит, обратилась к ней. Я слышала все ваши слова, сказала она. Однако, Бог даст, у меня еще будут дети, ибо я молода, а вы, вместо того, чтобы удавиться от своей бесплодности, наговаривайте на меня. Спасибо кому-нибудь оказаться на вашем мечте. Чирды, прекратив свою пласть, с гневом посмотрела на Бабдуллету. Но та, резко развернувшись, молча и горько вышла изюрка. Еще больше распалившись от дерзкой выходки младшей жены, Чирда разревелась еще пуще прежнего. Купав перестопкой от постели и воздев к небу руки, старуха взмолилась Богу. О, Всевышний! С горечью произнесла на зламую от отчаяния руки. Возьми весь мой скот, все мое имущество, но оставь моего старика, дай нам ребенка. Если выполнишь мою мольбу, я ничего не пожалею для тебя. О, Всевышний! Все еще вскликнула, чиргнув лицом в постель. Незаметно для себя заснув, она увидела странный сон. Во сне к ней подошел седобородый, в белой чалме древней старец, и протянула и белое яблоко. Меня, чтобы вы со стариком не плакали, прислал Всевышний, и торжественно произнес он. Вот, съешь предназначенное тебе большое белое яблоко, уразумей то, что я говорю, оседлай вместо коня драконов шестьдесят саженый. Когда чиргнув съела яблоко, наполнив свой живот, из-под ее подола со свистом вышел дракон шестьдесят локтей. Рассилипев, он начал засасывать весь подлунный мир. Сама старуха также начала величить росты. Найдя до ста тридцати локтей, чиргнув выспугу проснулась, открыв глаза, она увидела себя дома в постели, рядом с Жакобом. Старуха очень удивилась удивительному. Обратившись к Богу, она истолковала к хорошему свой сон. Когда она собиралась снова заснуть, в жюрту внезапно пришла мать Миндебая Бегимджан. Оказывается, Жакоб, вернувшись домой заплаканным, оставил без привязок коня Тулчунака. Когда он, волоча за собой по воде, пошел из двора, Миндебая на жеребче погнался за ним и пропал. Испугав жеребенка, Бегимджан пришла к Жакобу и увидела его беззаботно храпящим в постели. Одетая в красное платье, красный конзол женщины, радиялишись, набросилась на очередное. «Что с твоим баем?» «Спит, как будто ничего не произошло». «А почему он не должен спать?» «А что, вы ничего не знаете?» Дерзко ответил немного звалмышный Бегимджан. «Днем твой бой оставил без привязи Тулчунака». Миндебай поскакал за ним. «Уже полночь, а его до сих пор нет». «Очень плохо!» С огорчением покачала головой Чирля. «Это все, что ты можешь мне сказать?» Стала орать во всю гору вся красная Бегимджан. «Что мы, зависимые вам рабы? Почему не привязывают вашего кабаноподобного коня твои сорок-пятьдесят слуг? Так же у вас есть высокомерная младшая жена Бабболат. Почему она не слизывается за конем? Разбуди немедленно Жакоба. Пропаял мой одиннадцатилетний сын и сынок, а вам хоть бы хны, кетиша, что ты старшая жена Бая, никого не признаешь. Изначально бесплодно, разве ты в состоянии оценив? Что значит для матери ребенок? Есть разбойники, воры, рычащие тигры и свирепые кабаны. Что, если они встретятся в Миндебайе посреди ночи? Если что-нибудь с ним случится, я вас в покое никогда не оставлю. Все твои тысячные табуны не стоят и мизинца Миндебая. Если он умрет, я до самой своей смерти буду мстить вам. Уже полно, здесь звездами полно неба. До сих пор нет никаких вестей, и никто не ищет сына моего. У меня нет возможности, не откладывая, начать поиски. Я одинокая, несчастная женщина. Разбуди Жаков, пусть он найдет Миндебая. Высказавши кучу таких обидных, оскорбительных слов, бегом джану гуклиснула всю свою жаль. И так, опечаленно отсутствием детей, Черда еще пушше огорчилась. Сердце ее болезненно сжалось из-за того, что невоспитанная женщина наговорила ей много гадостей. Однако, понимая тревогу бедной матери за своего сына, Черда проглотила обиду и держала слова, готовые ворваться в ответ. После того, как ушла бегом джан, с трудом разбудив Жакова, старуха заплакала навстречу. Оказывается, как бы ты богат ни был, если у тебя нет детей, крошь жена всем твоим словам. Что случилось? Узявился Жак. Рассерженно очередно рассказала мужу о визите бегом джану. Она всю ночь проскандалила, требуя найти Миндебая, и вдоволь оскорбила меня. Не огорчайся, старуха, ласково улыбнулся и лежавший на боку Жакова. Мне приснился удивительный сон. Во сне я приукрыл птицу сладкоголосую, белоснежнее лебедя, грознее берк и направил на благодатную землю. Я опористал его номер шелковым поясом шестьдесят локтей, окормил лунным светом и очень заботился о нем, видя грозный вид моей птицы, останавливались в небе на лету все пернатые, не замирало на земле все живое. Тогда приготовил я для него насец, а рядом привязал сокол с полосатой шеи. Меда твои уста, мой старик, Бог садил на твою голову птицу счастья, исполнятся все твои заветные желания, сказала Чирде, воспрянув духом. А тем, подойдя к Жаку, она с волнением проговорила, Бай, я тоже видел странный, удивительный сон. Какой сон? Чирде рассказала, что во сне съела белое яблоко и родила дракона. О, Боже мой, покачал головой Жак, неподвижно судебший постель. Такое, оказывается, бывает. Что теперь нам делать? Чирде, перестав плакать, утерла слезы и посмотрела на мужа с улыбкой. Мой Бай, сказала, чтобы наши снастали вещи, надо зарезать хотя бы сорок-пятьдесят голов скота, устроить пир и получить благословение народа. Что, изумился Жак, ты что, умалишилась, что зарезать столько скота? Что я? Что, я победил монголов, китайцы в единоличном? Зачем мне нести такие расходы, если у нас нет не то, что сына, даже дочери? Если изведу весь скот, что я буду делать с твоим ребенком? Пусть дети будут со скотом, скакнут, с гривой, пусть каждый занимается делом по мере своих сил. Бай, не жмите, зарежьте сорок кобулиц, упрямо повторила Чиркаря. Все, не говори глупости, надоели мне твои слова. Еще больше рассердился Жак. Вот, уважаемые товарищи, время нашей передачи подошло к концу. Я желаю вам всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова